Этой неделе в Петрозаводске завершился четвертый международный фестиваль «Белые ночи Карелии». В течение месяца на сцене Карельской государственной филармонии выступали прославленные отечественные и зарубежные артисты, музыканты с мировыми именами. Вот лишь некоторые страницы фестиваля, который уже стал историей. Саулис Сандецкий – один из лучших дирижеров современности. Для фестиваля «Белые ночи» Мэтр подготовил нечто особенное. С оркестром Карельской госфилармонии он сыграл новую редакцию реквиема Моцарта. В России этот вариант до сего момента не исполнялся. Имя, которое украсит афишу любого европейского концерта – Дора Шварцберг, скрипачка из Вены. На фестиваль она привезла новую программу. В ней музыка Шостаковича, а также сочинение аргентинца Хорхе Босса. Его приезда карельские меломаны ждали, затаив дыхание. Альтист Юрий Башмет, выдающийся музыкант, приехал в Петрозаводск буквально на несколько часов. Здесь он дал единственный концерт вместе со своим оркестром – солисты Москвы. Отдельная строка фестивальной афиши – джаз. Денис Пырье – «Золотой голос Калифорнии». Американская дива выступила в тандеме с Андреем Кондаковым, одним из лучших джазменов России. В непривычной для публики роли выступил и симфонический оркестр филармонии. Музыканты виртуозно переходили от европейской классики к джазовым стандартам. Ну а в день закрытия фестиваля на сцене Карельской государственной филармонии бушевали самые настоящие итальянские страсти. Прямо на глазах у публики свершилось одно из самых знаменитых убийств мира, описанное великим Пучине в своей опере «Тоска». Правда, на этот раз было в ней что-то грузинское. Все подробности в специальном расследовании нашего корреспондента Влады Даниловой. Всегда волнуюсь. Без волнения не бывает. До начала спектакля 10 минут. Времени только грим поправить, до волнения унять. Маквала Касрашвили – звезда Большого театра. В партии «Тоски» блистала на лучших сценах мира. Тем не менее, к публике дива идет с трепетом. И не важно, что это провинция. Все-таки концерт сложнее. В спектакле легче. Там костюм спасает, декорации, свет. Спеть надо хорошо и выразительно. Оперу пели по-итальянски. Однако даже малосведущие тут же уловили, что речь там идет о злодействе и о любви. В таком составе «Тоска» еще нигде не звучала. Московская «Примадонна» и два солиста Мариинского театра Петербурга. Баритон Виктор Черноморцев в роли злодея и тенор Михаил Вишняк – любовный треугольник оперы. Я человек, который может себе позволить все на сцене. Я даже могу на голове стоять. Понимаете, верхние ноты – это не сама цель. Здесь все эти верхние ноты – это все служит именно выражению, эмоции, чувству. Дразнить влюбленную итальянку опасно. Уроженку Грузии дразнить опасно вдвойне, потому что дальше по закону жанра обязательно прольется чья-то кровь. Это самая моя любимая партия, роль, можно сказать. Убийство так убедительно, что возникает подозрение в том, что и в жизни артисты привыкли к вендетте. Так что певцам снова приходится отбиваться, теперь уже от журналистов. Вы знаете, я в жизни абсолютно противоположная. В смысле, если говорить, придушить кого-то, кого-то избить или выругать. Но когда выходишь на сцену, если ты артист, то, естественно, ты вживаешься уже в этот образ и ты уже забываешь, кто ты такая в самом деле. Влада Данилова, Эдуард Петров, Сергей Лопатюк. Вести события недели Петрозаводск.